здравствуйте дорогие друзья с вами Ирина любительница кукол и сегодня хочу показать вам очередную новиночку это барби 110 фашинистас кукла которую хочу вам показать это вот эта девочка с телом tall она высокая так покажу тут что-то некуда отбежать вот такая интересный наряд мне понравился молд и цвет волос интересный тоже необычный вот это все из того же разряда вот они все эти девочки мальчики показаны на обратной стороне коробки ничего больше на коробке интересного нет и говорить о нечего тут вот он арт и больше ничего открываю ну вот кенов уже перестали на гвозди припевать а девочек еще не поэтому все оно прекрасно отпокоится а вот голова конечно нет обязательно нужно на гвозди посадить ну и потом оттуда плоскогубцами вытаскивать вот такая у этой куклы молд алек и вот такая необычная рисовка для этого молда я считаю что такой рисовки еще не было очень интересно красивая рисовка такая техническая можно сказать серьги мы такие уже видели на других фашинистках но они достаточно хорошо идут серебристые платье с желтым ободком 59 и вроде как все сочетается хорошо волосы прошиты густо рядами все много зеленого цвета в этих волосах они ведь черно зеленые и даже зеленого здесь значительно больше чем черного черный только немного разбавляет цвет но такая вот интересная кукла она на теле тол то есть высокая девочка и вся ее фигурка вот такая ровненькая кукла очень светлого скинтона наверно она подойдет для полной рыжей ёшки если кто-то хочет ее пересадить я бы конечно пересадила лучше на высокое дуе тело толф но такого пока не наблюдается что то в общем то девочка симпатичная достаточно покажу вам ее поподробнее один мой знакомый сказал как ты их различаешь они все на одно лицо кто из них подделка кто не подделка не поймешь ну вот я ему рассказала о том что это для тех кто не знает что здесь есть клеймо мотел и год создания этого молда ну и здесь написано конечно что этот молд создан в шестнадцатом году 2016 год мотел у меня с таким молдом есть еще девушка вот такая единорог у которой на футболочке и у нее такие красивые очень глубовато зеленоватые волосы и скинтон и и вообще розовый совершенно наверно как у ракель может быть старых выпусков но не знаю во всяком случае она у меня пока в коробке я пока ее не распаковываю пока не найду ей тельце подвижное даже через коробку видно насколько у них разные скинтон совершенно друг на друга не похожи на мой взгляд они совершенно друг на друга не похожи очень симпатичные обе хотя являются одному дни цами и еще есть одна девушка у которой флок на голове она тоже с мода малик ну то что касается у меня так в принципе я видела и русалок всяких красивых других барби с этим молдом и вот еще одна кукла смуда малик уже более темный скинтон у этой куклы и выглядит она иначе посмотрите какая у нее прическа интересная мне вот очень нравится этот флок блестящий она выглядит очень оригинальной и вот такая у нее одежда она пересажена уже на тело футболистки темноволосой выглядит вот так это кукла с ограниченной артикуляцией у нее руки разводятся в стороны вперед-назад как всегда голова у нее конечно качающаяся то есть можно вперед-назад вперед по бокам везде во все стороны повернуть для того чтобы получился красивый ракурс ну и ножки такие дубовенькие тоже вперед-назад по сторонам не особенно это максимально вот разведение ног красивые туфельки вот такие на каблучках с перепоночкой на щеколотке черного цвета вот такие симпатички на мой взгляд вот так и платье с голография здесь написано лос-анджелес 59 сверху сеточка и обработано черным но я сейчас еще с ним посмотрим как она вообще внутри обработала но не до конца на липучке тут только вот кусочек я так понимаю вот так я больше люблю до конца расстегивается это удобнее ну и вот такое блиненькое светленькое тельце вы знаете вот последнее молд тела как-то меня не очень устраивает мне бы хотелось такого немножко более идеального что ли чтобы было чему стремиться чтобы талия была у девушки ну здесь такая пряменькая бревнышка получается талии нету возможно как они говорят что это больше приближенная типа к натуральным но я бы не сказала среди моих знакомых сталими девушек очень много раньше барби были более фигуристые я думаю что в варианте пухли ей тоже будет неплохо хотя конечно мне больше нравится то худенькая тельца но думаю что она вполне будет хорошо смотреться и на пухлом теле скинтон подходит один к одному вот если я обычно ладонь к лицу прикладываю если нет контраста такого сильного то значит все нормально значит подходит поэтому скинтон у них одинаковый меняю и вот кукла пересажена на на полное тельце тельце пухляшки мне кажется что скинтон подошел очень хорошо совпадает лицу и тело вот можно сравнить все три куклы с модом алик который у меня есть все они с одинаковые лепкой лица но смотрятся все совершенно по-разному я оставила ее в той же одежде и в тех же туфельках которых она была вот так она выглядит все очень хорошо подошло по моему и смотрится она прекрасно большое вам спасибо за внимание желаю вам творческих успехов красивых куколок с вами была арина любительница кукол до новых встреч а